Добрый день, уважаемые любители рок-музыки! Мы принципиально продолжаем говорить стихами, и я надеюсь, приближаемся к видовой цели человечества, к поэзии. Цель уже замаячила на горизонте, и мне вспоминается великолепный фильм Роберта Зе Мекиса из далекого 1985 года, с оксюморонным названием «Назад в будущее». В этом фильме мне нравится все, и игра актеров Майкла Джей Фокса и Кристофера Ллойда, и затронутые проблемы, и оригинальное название. Поэтому я решил посмотреть на эти же проблемы, но с другой стороны, с высоты сегодняшнего времени, и сочинил стихотворение, которому дал название «Вперед в прошлое». Мир изменяется буквально на глазах. Реальный мир, мир виртуальный заменяет, и ценности меняются у многих. В попыхах героев путают и откровенных негодяев. Нам живопись сменил компьютерный плакат, и музыку нам заменили сэмплы или биты, и вместо кофе растворимый суррогат рекомендуют нам в рекламе сибориты. В гости идут не по асфальту, а в смартфон. События приходят не в судьбу, а в телевизор. Что там в реальности, уже мы не поймем. Сквозь призму фотошопа мир зализан. Рекламный яркий мир со всех сторон стал идеалом неуемный потребитель. Читать стихи, да вообще читать, это отстой и моветон. Смартфон наш друг, любовник и учитель. Но повторяемость в истории видна. И может вновь произойти, что уже было. Когда приходят непростые времена, то вспоминают люди про забытые мерила. Когда чрезмерность обесценится для нас, в душе потребуется вера и культура. Наступит время, чей-то стих, мотив, рассказ важнее станут и смартфона, и купюры. Есть парадокс один, известный много лет. В трудные времена востребовано слово. Поэт не только здесь, в России, больше, чем поэт. Он больше, чем поэт в любом краю, когда хреново. Бродский считал, поэзия есть видовая цель людей. Культура, уточнил бы я нескромно. Но жизнь ехидно произносит. Неужели? А нехватательный рефлекс ваш неуемный? Но я надеюсь, что найдем мы компромисс между культурой потребления и потреблением культуры. Иначе одичание вроде вперед, но только вниз. В палеолит, с айфонами и в модных шмотках вместо шкуры. В своем стихотворении я нескромно, конечно же, высказал свое представление о видовой цели человечества. Конечно же, мое представление более общо, в сравнении с гениальной и конкретной мыслью Иосифа Бродского, высказанной им в своей Нобелевской лекции в далеком 1987 году. Но мне хотелось бы, чтобы нашей человеческой видовой целью было не только искусство, включая литературу и поэзию, но культура в целом. Культура производства, культура потребления, культура поведения и общения, политическая культура, да вообще человеческая культура. Что скажете? Мне очень интересно ваше мнение. Больше надоедать не буду. До свидания. До следующих поэтических встреч. Продолжение следует...